Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. С вами Ломонос Петр. Сегодня мы поговорим, как получить мощные и крепкие корни у рассады перца. Что необходимо сделать для этого? Значит, все вы знаете, что перцы имеют слабенькую рассаду. Всем нам хочется, чтобы наши перцы были коренастыми, крепкими к моменту высадки в грунт. Ну и имели бутоны, по крайней мере. То есть для того, чтобы они начали раньше давать урожай. Что необходимо сделать? Значит, самое первое, что необходимо сделать и получить успех в этом деле, значит, это первое, подобрать грунт. Ну, значит, все вы знаете, что грунты бывают разные по составу. Так вот, экспериментируя с различными грунтами, а также делая свои почвосмеси, значит, я заметил одну интересную особенность. Значит, все почленовые культуры, и точно так же, как и тыквенные культуры, значит, они любят, чтобы грунт был очень рыхлый. А рыхлый грунт мы можем получить в том случае, если мы используем торфабрикеты из верхового торфа, используем кокосовые таблетки, то есть или кокосы, или верховой торф. Эти два основные компонента, что есть в грунте, наша рассада перца, помидор и баклажан будет развиваться очень мощно уже в самом начале, будет иметь очень хорошую корневую систему. А вот, если наша почва содержит где-то низинный торф, содержит обыкновенную землю, значит, эти почвосмеси уже лучше подходят для выращивания капусты, сельдерея, свеклы, да, я не говорил, свеклы, даже моркови, укропа, потому что эти культуры точно так же можно выращивать, любую овощную культуру можно выращивать при помощи рассады. Просто это у нас как бы меньше распространено, а вот многие огородники в той же Австралии очень занимаются, и для них не являются новинкой, там и укроп, и морковка, которая выращена рассадой, которую можно приобрести в торговле. Ну, так поняли, первое основное условие, правильный, подобранный почвогрунт, потому что ролик показывает грунты, но не акцентирует внимание как бы на том, что состав грунта очень влияет, как будет развиваться корневая система. Поэтому самые отличные условия, еще раз повторяю, для перца, это почвогрунты на основе верхового торфа или кокосового волокна. Следующее, чтобы перцы развивались очень мощно, перцам необходима температура. Ну, значит, многие наши огородники высевают перцы при комнатной температуре. Температура в комнате составляет где-то 20-22 градуса, а вот для перца это прохладно. Перец лучше будет сходить при температуре 28-30 градусов. Поэтому повышаем температуру. Как это делать? С помощью грелок или приближая наши посевы к батареям, это уже сами исходите из своих возможностей. Высокая температура, значит, рассада более мощная будет. Ну и необходимо, что еще помнить это самое. Для того, чтобы наши перцы как бы хорошо развивались, мы сделаем поливу микоризой. Поливу почвы микоризой, значит, дать то, что наши перцы сразу начнут получать питание, и уже на самом первом этапе станут формировать более мощную корневую систему. Более мощная корневая система, более разветвленная, она будет нацелена на то, чтобы брать питание и хорошо усваивать. Ну и вдобавок, и что очень полезно, добавить будет при перцах, если мы перцы будем сеять, почвы добавить баверию. Это микробиологический препарат. Значит, что он дает? Препарат баверия, он даст нам то, что органическое вещество почвы будет минерализоваться быстро, и доступные вещества будут поступать к нашим перцам. Ну и что, такой маленький секрет я вам открою, что мощная и крепкая рассада перца с большим количеством корней получится в том случае, если вы ее станете кормить. Но кормить лучше органическими, потому что минеральные удобрения на начальном этапе обжигают корни у перца. Что с органическими удобрениями нам подойдет? Перцы большие калия любы, то есть они любят калий. Поэтому оксидат калия – это прекрасное удобрение, которое вы можете подкормить ваши перцы, и они прямо на глазах станут коренастыми и крепкими. Ну, не всегда оксидат калия есть под рукой. Что предпринять? Здесь подойдут подручные средства. Может подойти кожура бананов или картофель. Не надо делать очистки. Тут технологии есть две. Кожура бананов более богата и быстрее отдает калий. Есть, и она уже почернела. Или ее проморозить. Один из двух вариантов. Подержали в пакете, кожура почернела, порезали на кусочки, залили на сутки теплой водой, и все, раствор питасен для перца готов. Ну, точно так же и с картофелем. Картофель промораживаем, рыжим на кусочки, ложим в морозиловку, проморозили там где-то час, промерз. После этого теплую водичку сутки настаиваем, калий выделяется наш раствор. Ну, получается раствор калия и подкармливаем наши перцы. Ну, почему эти подкормки очень хороши? Потому что они органические, и они сразу усваиваются нашими перцами. Так что, подытоживая, еще раз напомню. Наш самый первый выбор грунта, верховой или кокосовый. Второе, высокая температура воздуха и почвы. И третье, калийная подкормка. Если вы сделаете эти мероприятия с вашими рассадой перца, значит, она у вас будет крепкая, мощная и с большим количеством корней. Соответственно, она даст вам очень хороший урожай впоследствии. Соблюдайте эти условия, и даже соседи будут завидовать вам, какой у вас хороший вырастает перец, вроде тех же самых сортов, которые растут и у них. Удачи вам! До новых встреч!